Медведи на Ямале стали просыпаться в начале мая. И пока в лесу еще очень мало корма, дикие звери в поисках питания выходят из тайги. В основном животных замечают вблизи промышленных объектов. Не так давно медведи видели у Харампурского месторождения. Рабочие сняли встречу на телефон. Специалисты напоминают, что бесстрашное отношение к дикому зверю опасно. Трофейные съемки на телефон могут обернуться трагедией. Медведь из леса выходит явно не для общения. Сейчас на месторождениях из-за ограничений меньше людей и шума. Поэтому медведь чувствует себя уверенно и часто идет на запах пищи. В основном к людям выходят молодые медведи, которые не имеют большого опыта в охоте. То есть самостоятельно добыть себе зверя они не могут. А поскольку кормовая база еще скудна, то есть до того, как выйдут первые, появятся первые ягоды, шишки, грибы, молодые медведи будут пользоваться случаем, чтобы выйти к людям. То есть где люди, там на помойках всегда остается что-нибудь съестное. То есть в основном это привлекает еда. С любыми дикими животными нужно соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае их не кормить, не пытаться к ним подобраться, чтобы сфотографировать их или даже погладить. Дикое животное всегда остается диким. Как он себя поведет никто не знает. Поэтому нужно сделать все, чтобы встречи избежать. Необходимо максимально соблюдать спокойствие. Стараться медленно отступить от этого места. При этом всегда оставляя зрительный контакт со зверем. Ну не прям в глаза. Просто наблюдать за зверем, где он находится. Нельзя убегать. Можно медведя отпугнуть громкими звуками. То есть подходит крик, голос, звук удара металлических предметов. То есть можно постараться отпугнуть зверя. Специалисты напоминают, что безопасность – это прежде всего ответственное отношение к себе и окружающему миру. Элементарные правила поведения спасут жизнь и человеку, и зверю. Каждому, кто собирается в лес, необходимо ознакомиться с памяткой туриста. Ее можно найти также на нашем сайте. В разделе «Полезная информация». Валерий Усманов, Денис Гимб, Михаил Марков. Новости Губкинского.